Новый календарный год, а сезон в Слободском клубе веселых и находчивых продолжается. Очередная игра в Стуловском доме культуры. И на этот раз пять команд юниор-лиги борются за зимний кубок. Два новичка сегодня на сцене будут принимать участие в зимнем кубке. Первая команда – это команда школы деревни Стулова. Еще одна команда – это команда 14-й школы, новый состав ее. Команда называется «Ключ на вахте». И три команды уже играли в юниор-лиге в этом сезоне. Это команда сборной педколледжа, «Ядрион Закон» сборной МФВА и команда «Улица Ленина» из Слободского. Команды все разные. Ни одна не похожа на другую ни по манере, ни по стилю, ни по подаче материала. По традиции я командам говорю «Гибуха и мира!» Представляю команды готовиться к нашему конкурсу. Решили немножко изменить зимний кубок. Вели новый конкурс. Конкурс называется «Зулочка». И конкурс будет фристайл. То есть команды показывают себя в двух конкурсах. Для конкурса «Озвучка» организаторы не ставили каких-то особых рамок. Команды использовали сюжеты известных фильмов, мультфильмов, озвучивая узнаваемых героев на свой лад. Либо и вовсе придумывали свои клипы. «Первый стендапер, первый хейтер, его забанил. Первый вейпер, первый веган. Просто первый. Первый стендапер, первый пикапер. В Москве восьмидесятых в спорте взяли, всех продули. Жили вместе в узне дули. И внезапно досвидули. После озвучки обозначилось два лидера – сборная педколледжей и команда «Улица Ленина». В тройку также вошла сборная стуловской школы «Стулова-Чо». Вторым конкурсом, который решал судьбу команд, не ограничивая их фантазию, стал фристайл. В одноименной номинации жюри признала лучшими сборную стуловской школы, напоминающую известную команду высшей лиги под названием «Раисы». Но дело здесь не только в костюмах, а еще и в девчачьем задоре. За лучшую озвучку диплом получила сборная педколледжа. В номинации «Зима-холода» жюри оценила ребят из команды «Улица Ленина». Команду «Ядрен закон» наградили за шутку дня. Номинация «Индивидуальность» досталась КВНщикам из 14-й школы «Команда «Ключ на вахте». Все участники игры получили грамоты и призы от спонсоров. А зимний кубок достался лидеру по итогам двух конкурсов. Непредсказуемый финал игры, но еще далеко не финал сезона. Впереди музыкальный кубок 24 марта. Но здесь уже мы выходим на районный городской уровень. Кубок будет открытый при поддержке администрации Слободского района, в котором могут принять участие совершенно любые команды из различных районов, городов нашей области. Может быть даже за пределами области кто-то к нам и приедет. А это означает, что борьба за музыкальный кубок будет еще более интересной. Раскроем секрет, что ожидается участие в том числе и команд Слободской высшей лиги КВН.